Здравствуйте! В эфире программа новости Горсовета. Я Надежда Хлыстова. Сегодня мы расскажем вам о том, как депутаты борются с преступностью, сколько детских площадок построили в этом году благодаря наказам избирателей и как народные избранники общаются с населением. За окном конец октября, а это значит, что депутаты готовят главный финансовый документ – проект бюджета на следующий год. Главное – ничего не пропустить и рассчитать, чтобы расходы соответствовали доходам. На минувшей неделе депутаты приняли бюджет города в первом чтении. Также они внесли изменения в регламент Городского совета и обсудили ситуацию с преступностью. Первое, что обсудили депутаты – городской бюджет. Ожидается, что в следующем году денег в столичную казну поступит больше, чем в этом. В основном за счет налоговых доходов. Доходы бюджета городского округа в городе Ламудэ составят в 2013 году 4 миллиарда 790 миллионов рублей, в 2014 году 4 миллиарда 938 миллионов рублей, в 2015 году 5 миллиардов 104 миллионов рублей. Бюджет был принят в первом чтении. Наряду с этим депутаты внесли изменения в регламент. Они касались новой должности руководителя администрации города. Депутаты утвердили порядок избрания городоначальника. Кроме того, было принято решение о том, что в Горсовете могут создаваться фракции при численности в 3 человека. Постоянные депутатские обвинения численностью 5 и более депутатов, определенных одной партийной принадлежностью, именуются фракцией. И теперь изменяется в начисленностью 3 и более депутатов. Одним из самых обсуждаемых стал вопрос правопорядка. По итогам 9 месяцев больше всего преступления совершалось в Советском районе. Увеличилось количество грабежей, краж и изнасилований. При этом стало меньше убийств и угонов. В столице республики задержана группа телефонных мошенников. Проведенный анализ движения денежных средств по абонинским номерам, на чета которых были перечислены похищенные денежные средства, показал, что в основном деньги переводились на абонинские номера осужденных, отбывавших на Казани, в поселке Горном Новосибирской области, либо на их родственников, проживающих в городе Новосибирске. Наряду с положительной динамикой существует ряд неразрешенных проблем. Депутат от Загорска Сергей Соколов напомнил, что микрорайон с населением в 60 тысяч человек остался без отдела полиции. Его просто сократили. Теперь, чтобы подать заявление, нужно ехать в город. Еще одна проблема – нехватка общественных постов полиции. В итоге было решено встретиться еще раз, но уже узким кругом. Депутаты с представителями администрации выслушают полицейских и представят свое видение в решении проблем, связанных с правопорядком в городе. Этот год стал знаковым для столицы Бурятии. На карте города появилось более 80 детских и спортивных площадок. Все это благодаря наказам избирателей. Из бюджета было выделено 26 миллионов рублей. На днях депутаты обсуждали, на что были потрачены деньги. Много говорилось о качестве работ, о том, что у каждой площадки хоккейной коробки должен быть свой хозяин. Из 82 площадок 74 уже построены. Какие сделали вы? Да, необходимо на следующий год еще более стандартизировать детские площадки, то есть определиться, какой должен быть минимальный набор детской площадки, какая должна быть минимальная сумма, которая должна быть направлена на строительство детской площадки. И сейчас мы решили с депутатами проехаться по районам и посмотреть на округах, где какие были площадки построены и, так скажем, сделать свой рейтинг. Какие детские площадки, так скажем, лучшие, какие детские площадки нужно учесть, чтобы такие не строить. Ну, соответственно, уже дополнить. В 2013 году также запланированы средства, сейчас будем с бюджетом отрабатывать, чтобы на наказы избирателей были выделены деньги. То есть мы думаем, что сумма будет, наверное, не меньше, чем в этом году. И наша задача, самое главное, так скажем, сделать качественные площадки. То есть и вывод, сегодня коллеги все говорят об этом, то есть не за количеством гнаться, а именно сделать качественные детские площадки. И еще одна болевая точка – это площадки, они должны иметь собственника. То есть после того, когда построены, мы должны эту площадку передать или управляющей организации, или собственникам ТСЖ, чтобы за этой площадкой был уход, чтобы хозяин контролировал и, так скажем, проводил необходимый текущий косметический ремонт. Рабочая группа депутатов решила проехать по районам города, определить качество площадок, сделать анализ, какая лучше, от какого производителя. Будет составлен черный список подрядчиков, которые сделали работу некачественно или не выдержали сроков. Да будет свет для жителей улиц Октябрьской и Комсомольской – это уже не пустые слова. Благодаря городскому бюджету и инициативе депутата Сергея Супони в 10 дворах железнодорожного района появилось уличное освещение. Там, где теперь всегда светло, побывал Батар Ламбаев. Мария Сыромятникова в доме номер 12 по улице Октябрьская живет более полувека. Уличного освещения, говорит пенсионерка, здесь никогда не было. В этом году ситуация изменилась. Раньше было темно, пройти страшно. С работы было вечером рано темнеет, было пройти страшно к домам. А сейчас мы живем хорошо, очень довольны все освещением и благоустройством наших дворовых детских площадок. Не меньше местных жителей рады и полицейские, ведь по статистике большинство уличных преступлений совершается в плохо освещенных местах. Мы прогнозируем значительное снижение преступности в данных местностях, потому что, значит, в вечернее время сейчас у нас световой день уменьшается, дети возвращаются со школы. И совершение преступления в отношении граждан в освещенных территориях сводится к минимуму. Стало здорово, а то шли мы от улицы, отойдешь, темно было. Все теперь, видите, все светится хорошо. Во-первых. Во-вторых, все детские площадки у нас укомплектовали, все оборудовали. И всем нашим детям, внукам очень стало удобно играть во дворе. В этом году на проведение уличного освещения на этом округе было выделено 2 миллиона 250 тысяч рублей. Основные работы проведены в районе Октябрьской и Комсомольской улиц. В некоторых дворах работы продолжаются. Дворы сегодня практически на 80% нашего поселка освещены уличным освещением. То есть раньше, когда у нас было освещение над подъездами, это было неэффективное освещение. Постоянно лампочки выкручивали. Поселок у нас вообще криминальный, ломает все это дело. Сегодня все это организовано. Утром выключается, вечером включается. На этом работы не заканчиваются. На очереди еще несколько дворов по Октябрьской. Однако освещение туда проведут в 2013 году. Что же касается жителей дворов, где свет уже есть, то их основная задача – его сберечь. Будем беречь, мы будем стараться сами своих детей, внуков учить к этому. И мы сами будем бороться, кто нам загрязняет, сорит. Батар Ламбаев, Михаил Циренов. Для программы «Новости Горсовета». В Улан-Удэ стартовала акция «Прогулка с врачом». Медики, в основном кардиологи и терапевты, выходят на улицы и рассказывают людям о здоровом образе жизни. О том, что даже небольшая прогулка дает заряд бодрости и позволяет предотвратить заболевания сердечно-сосудистой системы. Мы решили поддержать акцию и выйти на улицу с депутатом Городского совета, заслуженным врачом Бурятии Александром Иренчеевым. Александр Дашевич, добрый день. Мы с вами сегодня вышли на улицу не просто так, а поговорить о здоровье. В столице республики стартовала акция «Прогулка с врачом». Так что пойдемте гулять. Пойдемте. Александр Дашевич, вас в основном знают как депутата Горсовета. А ведь вы более 30 лет в медицинской области, то есть кто вы по специальности и где работаете? Да, я закончил в Яркутском медицинском институте в 70-м году, начинал работать участковым терапевтом, работал главным врачом городской больницы, городской поликлиники и страховой организации. Так что у меня в этом отношении опыт значительный. Я хочу вас спросить о здоровом образе жизни. Сейчас одна из популярных тем, но с другой стороны уже набила оскомину. Сейчас очень многие говорят о том, что будут принуждать к здоровому образу жизни. Вопрос интересный. Почему действительно все усилия здравоохранения, они всегда будут упираться и будут крайне неэффективны, если люди продолжать будут вести нездоровый образ жизни. Будут пить, курить, неправильно питаться, значит, неправильный режим дня, значит, гиподинамия и так далее. И об этом очень серьезный разговор шел на национальном съезде врачей, который прошел 5 октября этого года, и мне посчастливилось быть на нем делегатом. И там был поднят вопрос, наверное, впервые за все годы о социально-экономическом принуждении. Население к здоровому образу жизни. Это как его заставлять? Да, на примере, допустим, ФРГ, то есть Федеративная республика Германия, там, значит, если вы не пройдете диспансерный прием, диспансеризацию, которую ты обязан сделать один раз в году, если тебе здоровье это требует, то, в общем-то, ты лишаешься права на обязательное медицинское страхование. В Америке, если ты, в общем-то, ведешь нездоровый образ жизни, значит, сумма страхового взноса твоего личного, оно увеличится в разы. Александр Анатольевич, сейчас очень много обсуждается в прессе и вообще среди врачей вопрос о передаче здравоохранения муниципального в отрасль республиканского здравоохранения. Вот хотелось бы узнать ваше мнение по этому поводу. Это сделано с целью обеспечения, в общем-то, работы, нормальной работы закона обязательного медицинского страхования. То есть в основе стоит то, что выбор врача, выбор, значит, страховой компании, выбор лечебного учреждения. В основе, значит, страховой полис. Меняется система финансирования, потому что одноканальное финансирование до 2015 года, значит, все финансы будут проходить через страховые организации. То есть система вот этих субвенций, дополнений и так далее. То есть больницы окончательно должны сойти с бюджетного финансирования. Поэтому и, в общем-то, сейчас, с 2011 года, частные клиники, частные, в общем-то, лечебные учреждения, они уравнены в правах по получению средств обязательного медицинского страхования с государственного учреждения. Чего же тогда боятся врачи, медсестры? Ведь вот зайдите в любое медицинское учреждение, они спокойно, народ тревожится, стревожил. Я в прошлом году участвовал в координационном совете, значит, органов местного управления Российской Федерации и служил мнение главы города Пскова, Цицерского, который сказал очень четко, он очень четко сказал, что врачам, пациенту абсолютно безразлично, в какое учреждение он ходит, идет. Это, в общем-то, вопрос, конечно, в основном касается руководителей. Но министр здравоохранения Валерий Вениаминович, он неоднократно говорил о том, что при переходе, в общем-то, интересы руководителей затронуты не будут. Я думаю, эти тоже пожелания будут выполнены. Давайте гулять дальше, ведь у нас прогулка с врачом. Александр Зашевич, вот у меня возник вопрос. Для обычного пациента станет лучше или хуже? Как можно на пальцах объяснить новую систему? Любое реформирование, оно предусматривает улучшение. И, естественно, когда поставлена цель равнодоступности специализированной медицинской помощи для сельских и городских жителей с развитием межмуниципальных центров, значит, это, в общем-то, должно быть улучшение. Ну и для примера могу сказать, почему для больного из Ирхирейка нужно ехать за Играева за 80 километров, когда за 5 километров у него 4-я городская больница. Почему больному из Выдрина нужно ехать за 200 километров в Кабанск, когда в 30 километрах в Байкальск. А как в советское время было? Такое же разграничение было? Такие же проблемы были или нет? Да, там были такие же проблемы. Это, в общем-то, рыночный механизм. Он наложился именно на советскую систему здравоохранения и стал давать сбои. Такой еще вопрос. Мы начали с вами говорить о первом конгрессе врачей. Какие приоритеты вот сейчас поставлены? Основной приоритет, именно основная проблема, она озвучена таким. Недовольство населения, власти, качество и доступность медицинской помощи. И здесь упирается очень много на подготовку врача, последипломную подготовку врача, непрерывное последипломное образование. И, значит, несоблюдение врачами и медицинским персоналом этических норм. Поэтому в этом ключе, в общем-то, и съезд был в основном и подготовлен. Ключевую роль здесь должны играть профессиональные медицинские организации. Ключевую роль должны здесь играть, значит, вузы наши, медицинские вузы. На съезде был принят профессиональный кодекс врача, этический кодекс врача. Что-то новое там будет? Там, в общем-то, в принципе, все соответствует международным кодексам, врачебным кодексам. Взят за основу, значит, и наш опыт, советский опыт, значит, и взят за основу и клятва Гиппократа, Международный кодекс врачебной этики и кодексы, которые работают в развитых странах. Врачи общества, врачи пациент, врачи коллектив, врачи научно-исследовательской работы. Именно из этих разделов. И все это должно, в общем-то, зиждеться именно на работе врачей профессиональных медицинских организаций. Ты вводишь состав, значит, врачебного сообщества, вводишь свои правила на основе закона о саморегулировании, который будет готовиться именно для системы здравоохранения. И основное, в общем-то, этого обязательства, я обязуюсь выполнять этот профессиональный этический кодекс врачебный. Все. Если ты его не выполняешь, исключение из, как это в Германии, как это во Франции, исключение из, значит, ордена врачей, исключение из профессии. Александр Зашевич, наша прогулка подходит к концу. Вот что бы вы пожелали всем горожанам? Ну, как врач, я, естественно, должен пожелать всем крепкого здоровья. И, хоть и эта фраза достаточно избита, но она исключительно актуальна. Ведите здоровый образ жизни. Большое вам спасибо. А я напомню, сегодня у нас состоялась прогулка заслуженным врачом Республики Бурятии, председателем комитета по социальной политике Александром Дашевичем Иринчеевым. Спасибо. Всего доброго. До свидания. В столице Республики завершился месячник чистоты. На улицы города вышли 80 тысяч человек. Благодаря стараниям горожан было вывезено 70 тысяч кубометров мусора. Не остались в стороне и депутаты городского совета. Они навели порядок по улице Гагарина. Попадаются, конечно, по большей части это окурки, к сожалению. Разбросаны везде по всему парку окурки. Мы уже неоднократно обращались к горожанам. Видите, везде стоят урны. Окурки рядом с урнами лежат. Центральный объект сквера, памятник великому поэту мыть не стали. Холодно, вода замерзнет, заметили депутаты. Его натрут до блеска лишь в весеннюю волну субботников. Это была программа новости Горсовета. Если у вас есть вопросы, на которые вы не можете найти ответа, обращайтесь в общественную приемную городского совета депутатов по телефону 21-8209. Спасибо, что были с нами. Всего вам хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова